Здравствуйте! Ну, если говорить, конечно, менее пафосно, то как бы не книги, а журнала, и не экранизация, а видеоверсия, да и тему мы тоже оттуда берем. Действительно, друзья, эта программа будет теперь регулярной, и с каждого нового выпуска журнала «Сады и огороды Приморья» мы будем брать самые интересные темы и визуализировать их на восьмом канале. Авторские права соблюдены, редактор журнала в курсе. Поехали! А вот теперь шутки в стороны, потому что какой может быть юмор, когда речь идет о теплице? Кстати, вы знали, что история этих сооружений корнями уходит в Древний Рим? Еще тогда садовники использовали теплые конструкции, чтобы круглогодично выращивать фрукты и овощи. Потом теплица эволюционировала и в более уже современном варианте появилась в Италии в 13 веке. А вот потом самое интересное – теплицы запретила инквизиция. И какое-то время они даже были нелегальными, представляете? А знаете почему? Один мужчина, источники путаются в оказании его имени, решил устроить королю сюрприз. И к его приезду создал в теплице оранжерею. Было очень красиво, много цветов, среди холода. И все бы ничего, но вот церковь посчитала этого мужчину колдуном. За то, что он, видите ли, нарушил естественную смену года. Тем не менее, теплицы выжили и дошли до России. Хотя вот насчет их эволюции я бы все-таки поспорила. Помните эти теплицы на дачах? Палка-пленка, огуречек, получился урожайчик. Сейчас, кстати, от пленок отказались, потому что через них солнце прожигает листья растений. Сегодня в моде поликарбонат. Сейчас мы отправимся в гости на один загородный участок и узнаем, как хозяйка управляется с теплицей. На улице пока еще нестабильная плюсовая температура, а в теплице уже целых 30 градусов. Но, несмотря на это, для рассады еще слишком рано. Необходимо дождаться, пока прогреется земля. Любовь Быстрикова проверяет температуру своим особым проверенным методом. Если на этом уровне, на этом уровне пальцем не холодно, можно без перчаток, конечно. У меня такой градусник. Земля еще холодная, правильно. Еще нельзя сидеть. Еще нельзя. А, знаете, мне кажется, это очень такое довольно удобное изобретение. Главное найти ему правильное применение. Садовод в теплицах выращивает практически все известные в Приморье овощи. И начинаем рядочки. Вот так вот. Раз, и синим семена. Вот на таком где-то расстоянии. Это потому что для рассады. У некоторых будущих растений очень хрупкие корни. И при пересадке в грядку они могут травмироваться. Для таких культур есть весьма незамысловатый способ выращивать их вот в таких стаканчиках. По материалу они напоминают полиэтиленовые пакеты. Но зачастую многие дачники используют просто пластиковые стаканы. Вот в такие стаканчики я высаживаю дыни, арбузы, кукурузу, кабачки, да, подсолнухи, кабачки, тыкву. Вы, в смысле, не в стакане его высаживаете? Нет, нет. А вы его вот вытряхиваете? Давай, вот так вот аккуратненько вылаживаем. Вот за вот эти штучки берем. Вот так аккуратненько вылаживаем. Он здесь полностью в тконе. И вот в луночку раз этот комочек ложим и садим. А это одноразовый стаканчик? Или потому что это моет? Я мою. Женщина пересаживает рассаду на грядке только в начале июня. А до этого времени она благополучно растет в теплице. А вот саму теплицу Любовь Быстрикова спроектировала сама. Ее конструкция, кстати, не из пленки, а как раз из поликарбоната. Но особое внимание в авторском проекте уделено окнам. В теплице-дачнице их целых три. Для вентиляции одного окошка мало. Это еще в зависимости от того, что маленькая теплица или длинная. У меня, как она четырехметровая, вентиляция должна быть больше для растений. Второе окошко. Открываю уже тогда, когда рассада подрастает, сантиметров 20. Ей уже мало этой вентиляции. И влажность большая, ей нужно больше тепла, и вентиляции больше нужно. На загородном участке Любови Быстриковой всего около 20 грядок. И летом ни одна из них не пустует. А дачный сезон женщина совсем не закрывает. Приезжает на свой участок в любое время года. И всегда находит, чем заняться. Знаете, смотрю я на этот загородный участок и думаю. Слушайте, а набор из трех обязательных дел еще актуален? Ну, я имею в виду этот посадить дерево, вырастить сына, построить дом. Просто сейчас же многие считают, что посадить дерево это очень просто. Взял саженец, воткнул в землю, галочку себе поставил. Но это ведь, вам не кажется, что как вырастить сына, только не принимать участие в его появлении? Так или иначе, мало кто выращивает саженцы самостоятельно. В основном их покупают. Но и тут можно нарваться на некачественный товар. Мошенников. Знаете этих бандитов, что толкают пенсионерам некачественные кустики? Так вот, обман повсюду. Поэтому важно быть бдительным. И есть ряд советов от экспертов, которые помогут вам в этом деле. Остерегайтесь покупать саженцы, привезенные с юга. Неприспособленные к условиям нашей климатической зоны, они будут болеть и, скорее всего, не смогут пережить суровую зиму. Также саженцы советуют покупать только у проверенных садоводов или организаций. Но может быть такое, что вам придется действовать самостоятельно. Остаться с саженцем один на один и внимательно посмотреть ему в глаза. А точнее, в корень, ведь у саженцев это главное место. Лучше покупать будущие деревья с открытой корневой системой, потому что так вы сможете полностью ее разглядеть. Первое. Корни должны быть без белого и бурого налета. Второе. Никаких ростков и вздутий на корнях. Если они есть, саженца рак. Исключение облепиха. У нее так выглядят специальные бактерии. И главное правило. Корневая система саженцев, выращенных по всем правилам, напоминает вид густой бороды. Ну, в общем, вы поняли. Нормальный саженец – это такой хипстер. Еще лучшие месяцы для покупки саженцев – это апрель, май и сентябрь. В противном случае могут подсунуть прошлогодние. Ух, негодники! Саженцы нельзя покупать с листьями и те, которые старше двух лет. Ох, сколько информации, чтобы купить дерево. Персики. Знаете, когда я училась в университете, у меня была преподавательница, которая маты в своей речи заменяла словом «персик». Ну, мы ее потом так прозвали. Это я к чему? К тому, что персики появились не в Иране, бывшей Персии. Их родина достоверно неизвестна. Но многие считают, что это был Китай. Ведь еще в X веке до нашей эры персики подавали на столы китайских императоров. Это считалось, между прочим, главным блюдом. В отличие от теплиц, персики инквизиция не запрещала. Хотя, знаете, церковь могла бы придраться. Скажите, а что это ваш фрукт такой волосатый? Колдовское отродье. Ну, как-то миновала эти фрукты такая участь. Они благополучно дошли до Европы, а уже потом попали в Персию, в честь которой и были названы. Кстати, неизвестно, как фрукт назывался до того, как попал в Персию. Из-за каких такие заслуги он получил название именно в честь этой страны. Кстати, в Приморском крае тоже выращивают персики. Правда, немногие, потому что делать это очень сложно. Ведь заморский фрукт не приспособлен к нашему климату. Поэтому на зиму его чаще всего укрывают. И что немаловажно, в большинстве случаев в Приморском крае дерево персика растет лежа. На загородный участок Татьяне Коноваленко мы приезжали еще в начале марта. Женщина нам показывала, как у нее зимуют персики. Один из сложных моментов для заморского фрукта – пережить зиму и раннюю весну. Опаснее всего именно март. Потому что идут перепады, и самое главное, чтобы персик не сопрел. Он не боится холодов, да, он может там выстоять. А вот эти вот перепады, они как раз вот плохо влияют. Чтобы персик выжил, на зиму его нужно укрыть. На простое одеяло не подойдет. Здесь целая многослойная система. Сверху специальная ткань, лутрастил и пленка. Далее картон и еще много лутрастила, который окутывает персик со всех сторон. Под тканью деревянный настил и, наконец, фруктовое дерево. Причем тоже в одежке. Вот сам персик сухень, он был укутан в такой вот слой лутрастила. Персик должен быть укрыт так, чтобы на протяжении его так называемой спячки он оставался сухим. Иначе это чревато тем, что дерево просто не выживет. К слову, не обязательно укрывать персики именно так, как это делает Татьяна. Главное, чтобы дереву было тепло. Вот видите, мы там сейчас открыли, а там уже весна. Чтобы персики укрыть, они должны расти лежа. К этому их готовят с самого начала. Садят под углом 45 градусов. Конечно, есть и такие люди, которые укрывают растущие вверх фруктовые деревья. Но таких немного. Где лежит? Да, наоборот, его снимать надо. Вы че? На кадре, конечно, не видно, но персик женщина укрывает ковром. Было бы забавно, если бы он был персидским. А то, знаете, как-то не по фэншую. К слову, персики укрывают в несколько этапов. На первом дерево пригибают к земле как можно ниже. Но делать это можно, пока температура на улице не выше плюс 3 градусов. Иначе потом древесина становится хрупкой и ломается. Последний этап подготовки дерева к зимним условиям проводят, когда температура воздуха остывает до минус 10 градусов, а открывают весной при минус 5. Кстати, есть и такие персики, которые не нужно укрывать. Но это совсем другой сорт. Не укрыванные, мелкие, да, вкусные, да, сладкие. Но мы в клубе должны заниматься крупноплотными персиками, да, чтобы доказать, что они у нас растут реально. В Приморском крае персики выращивают относительно недавно. Сегодня в нашем регионе всего три сорта заморских фруктов, в то время как в мире их несколько тысяч. Местные персиководы ставят себе задачу, как у спецагентов, внедрить в Приморский край как можно больше видов. Сейчас пока заказали около 30 новых сортов. Но все они южные, и чтобы прижились у нас, их еще придется переприбивать. А в этой части программы мы хотели вам рассказать про курицу породы маран, которая несет цветные яйца. Коричневые, но не такие, как в магазинах мы видим, а такого, знаете, насыщенного шоколадного цвета. И голубые. Кстати, за это люди прозвали эту птицу пасхальной. Какая, знаете, верующая птица? Одна из куриц маран живет в Артеме, и мы хотели на основе материала из журнала «Сады и огороды» сделать про это сюжет. Но птица сейчас занята. Понимаете, скоро 16 апреля, Пасха, и курица сейчас печет куличи, сидит в луковой шелухе, работает над тем, чтобы нести яйца сразу с наклеечками. В общем, она в делах по саму макушку. Кстати, вы никогда не задумывались, с чего люди решили, что Пасху нужно отмечать именно так, как они делают? И еще один вопрос. Вы уверены, что Пасха именно в таком кулично-яичном формате это действительно христианский праздник? Многие энциклопедии говорят, что праздник Пасхи в сегодняшнем понимании – это соединение двух языческих праздников – Пасхед и Дня Плодородия. Пасхед отмечали древние славяне. Существует легенда, как появился этот праздник. Она представляет собой вольную интерпретацию библейского потопа. В легенде два главных героя – злодейка луна, которая терроризировала людей, и отважный дождь-бог. Однажды дождь-бог уничтожил луну, и та рассыпалась по земле разноцветными осколками. В честь этого люди издревле красят яйца и бьются ими. Считается, что разбитое яйцо означает зло, а то, что осталось целым – силу дождь-бога. Теперь праздник Плодородия. Он проливает свет на появление пасхальных хлебобулочных изделий. Этот день у славян символизировал начало новой жизни. И они пекли различные символы. По закону СМИ мы не можем произносить их вслух, иначе программа должна выходить после 23 часов. Но если мы берем за основу главный документ христиан – Библию, то в ней нигде не упоминается о подобных случаях. Иисус Христос, судя по Священному Писанию, сказал своим последователям отмечать день его смерти, и воспоминания о нем, а не день воскресения. То есть Иисус, судя опять-таки по Библии, сказал отмечать так называемую вечерю воспоминания, и при этом не просил людей стукаться яйцами и печь булки. На этом наша программа заканчивается. Напомню, что подробнее и, возможно, серьезнее об озвученных нами темах можно прочитать в журнале «Сады и огороды», а также найти там другую информацию по вопросам, касающимся загородных участков. И не забывайте, мы работаем на глянец. Меня зовут Ирина Грядочкина. Удачи на грядках! Партнер программы – компания «Мега Кровля». Теплица удачная, усиленная, мощная, прочная, дальневосточная. В комплекте две широкие двери и две форточки. Поликарбонат с гарантией на 10 лет. Магазин «Мега Кровля». Звони 274-4224. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова